Как сказал Василий Васильевич, я основатель компании «Флосиагра» геологической защиты растений энтомофабельной с поведением беспилотных авиационных систем и возглавляю Союз беспилотных северков с авиацией России, который объединяет компании, которые интегрируют технологии, связанные с беспилотниками в сельском хозяйстве. Так, презентация у меня для клиентов, потому что любая выставка, она нужна для чего? Как дополнительный метод сбыта, да? Поэтому я бы по-клиентски попытаюсь вам чего-то рассказать. Компания «Флосиагра» начинает свой восьмой агросезон. И, наверное, без лишней скромности, мы мировые лидеры в сфере биологической защиты растений энтомофагами. Бизнес-идея появилась совершенно неожиданно в 2016 году. После того, как я понял, что, наверное, в перспективе основной рынок применения беспилотников это сельское хозяйство. И буквально через две недели после этого решения, случайно, на одном дне поля, подошел ко мне юноша и сказал, что дроны-то умеют? Ну, вот любой дрон, вот здесь стоит дрон-галет наш, оснащен там камерой, да? Поэтому любой дрон умеет что-то там снять. Я говорю, ну снимать умеет. Говорит, вот это все фигня. Вот если бы дроны умели вносить трихограмму, было бы здорово. Такое слово, да? Трихограмма. Я говорю, что ты, как ты выругался, дождь? Но нам повезло, мы находимся в Краснодаре, что квартира компании «Плассиагра» находится в Краснодаре. В Краснодаре есть федеральный научный центр биологической защиты растений. Я поехал туда, познакомился с энтомологами и узнал для себя неожиданно, что трихограмма – это маленькое-маленькое насекомое, которое уничтожает яйца чешуекрылых грядителей, самых экономически значимых. Так появилась идея научить дроны носить насекомых, полезных, на полях. Первый дозатор я сделал из автоматической кормушки для кормления аквариумных рыбок. Вот сейчас вспоминаю, как это было 8 лет назад, с помощью паяльника, я не знаю чего, на коленке, программируя однокристальную микросхему, появился этот дозатор, очень допотопный по нынешним временам. И мы начали работать. На сегодняшний день компания «Плассиагра» представлена в 22 регионах России. Мы работаем на 18 культурах и спасаем их от более чем 460 видов редителей. Начинаем активно посматривать за рубеж. Кто знает, что такое энтомофагия? Руки поднимаете? Так, хорошо. О-о-о. Серьезно. Уже приятно работать. Да, энтомофагия – это... У нас инженеры есть, они слоган придумали для нашей компании. Насекомые убийцы с доставкой. В классе «Агро» – насекомые убийцы с доставкой. Да, это насекомые убийцы, паразитуиды, либо наездники, которые уничтожают других вредителей. Сейчас вообще умный вопрос задам. А кто помнит теорию абсолютной идеи Гегеля? Да, это вот уже валят. Так валят, да. Вот, валят, да. Ну, я напомню вкратце, да. Старик Гегель говорил, что в природе есть несколько уровней систем, и от этих уровней зависит эффективность этих систем. Но я упрощаю, да, потому что когда Гегеля считаешь, там надо перекуривать каждые 15 минут, чтобы это все утряслось. Так вот, нижний уровень он называл механизм, да. Следующий был химизм и следующий – организм. То есть организм – высшая форма существования систем, наиболее эффективный. И, собственно говоря, вот эту идею мы сейчас и эксплуатируем. Да, то есть научить организму служить человеку. На сегодняшний день мы приручили 4 поколита интерфактов, но на самом деле больше. 4 основных вида, еще там куча подвидах. И работаем, как мы работаем, знаете, ну, вот на этом слайде, как это, азбучные истины. По поводу того, что такое инсектициды в агротехнологиях современных, и как они влияют на окружающую среду, и, в общем-то, на возделыванные культуры. И революционно, то есть вот когда у нас там сколько лет назад, лет 40 назад, появилась концепция ингрессивного сельского хозяйства, она говорила о чем? Она говорила о том, что почва – это матрица, мы в эту матрицу можем кучу всего полезного внести, там, удобрений, всяких, да, еще чего-то. И эта матрица нам будет отдавать. Больше удобрений – больше отдавать. На последнем севастинском совмещании, больше министра сельского хозяйства, он так и говорил. В том году мы 63 килограмма на гектар, а в этом надо 65, и будет нам счастье. Так вот оказалось, что счастья не будет. То есть почва так не работает. Почва – это целый биологический океан, изученный процентов на 10, и бесконечно заливать его химическими препаратами нельзя. Это начали уже понимать во всем мире. Плюс климатические изменения влекут за собой и изменение поведения вредителей, насекомых вредителей. То есть насекомые вредители, наверное, процентов 40 современных проблем сельского хозяйства на нашей планете. И основная проблема, связанная с насекомыми вредителями – это формирование резистентности, то есть устойчивости к химическим препаратам. Уже в 2019 году на планете были зафиксированы несколько стран, несколько регионов, макорегионов, где резистентность была абсолютной. То есть в переводе сунуло на русский любой химический препарат абсолютно бесполезен. В свое время человечество придумало ГМО-культуру. Считалось, что применение ГБО спасет нас от насекомых вредителей. Вот сейчас мы кукурузе там генскорпиона подсадили, и все. То есть прилетела там цовка, выкусила кукурузу, а там генскорпиона, токсин. Очень нехорошо. Оказывается, ну да, какое-то время не гибли эти насекомые вредители, а какие-то выживали. Так вот, вредитель, которого пытались уничтожить химическим препаратом, но он еще питался пяти токсинами, которые содержатся в ГМО-культурах, у него резистентность не просто абсолютная, она еще в Кубе, наверное, там возведена. То есть в 19-м году в Бразилии уже были зафиксированы случаи хлопковой совки. Хлопковая совка основана вредителем на нашей планете с абсолютной резистентностью. В 22-м году в центре США тоже самое. Абсолютная резистентность кукурузной листовой совке и некоторых других видов совок. Сейчас, ну, Китай, само собой, Китай, лидер на планете по применению инсектицида. Ну, правда, сейчас у них программа государственная по озеленению, так сказать, на 40 миллионов гектарах. Вот, то есть они активно начинают внедряются в зеленые технологии, ну, потому что период восстановления почвы очень длительный. ГУМОС восстанавливается, студентов вижу в зале, сколько лет, кто помнит, период полного восстановления ГУМОСа, плодородного слоя почвы. 800. Верно. 80, да. Мало верно, она говорит, спасибо, дядя Вася. Хорошо. Так, давайте дальше перестанем. То есть, что мы сделали, да? Мы придумали программно-аппаратные комплексы, которые позволяют носить энтомофага в виде яйца, в виде нимфы, ну, или, говорят, обыватели, куколки, да? В виде яйца, причем и мага может ползти, и мага может летать, то есть это уже живые насекомые. Прикрепили это все на дрон и полетели. Казалось бы, как все здорово. Придумали какую-то железяку, прицепили к дрону и начали носить насекомых. А потом начались куча у нас вопросов, да? И мы стали понимать, что результат зависит от того, что внести, когда внести, в какой дозе внести, в какое время суток внести, при какой температуре, при каком ветре. И даже от того, как пролетает дрон, тоже зависит результат. И после вот, ну, 7 лет работы мы понимаем, что это вот уже законченная технология. Дрон классная штука. Дрон это высокоточный инструмент. Я часто использую медицинские ассоциации, наверное, потому что 3 год своей жизни провел в больнице. С хирургами. Так вот, дрон это скальпель, который позволяет выполнить очень точную операцию. И на самом деле мне сейчас, наверное, не то что обидно, а мне непонятно, я недоумеваю, почему сегодня, в наши дни, когда мы слышим агродрон, у нас первая ассоциация, ну, какая? Дрон опрыскиватель, да? Хотя, на мой взгляд, можно придумать кучу технологий, применение беспилотников в сельском хозяйстве, чем и занимается наша компания. Напоминаю, летай смотри, ага. Ну, что такое опрыскивание? Мы взяли ту же химию, поменяли концентрацию, заправили дрон опрыскивать или полетели. Ну, что-то я не вижу там особо не давать, на самом деле. А вот создать что-то новое, а мы учим дроны, ну, начиная от новых видов мониторинга. Мониторинг, кстати, ну, наверное, процентов 60 успеха в сельском хозяйстве, да? Поэтому технология мониторинга, это не просто полетать и посмотреть, и сфотографировать что-то, там, определительный DVI, с помощью беспилотника можно определять запасы влаги в разных слоях почвы, можно даже состав почвенный определять, можно определять состав воздуха, он тоже влияет, ну, и прочее, прочее, прочее. Этим мы тоже занимаемся. И последнее, вот самые-самые-самые технологии, технологии искусственного опыления. Мы учим дроны опылять растения. В Китае уже в трех правительствах яблоки опылять вручную, например. Дальше. Как работает технология? Ну, у нас тоже мониторинг, фиктосамитарный мониторинг. Когда начинается лед вредителя, наши агрономы и дроны влетают, выходят в поля. Мониторинг начало лёда. В последние два года это очень сложно, потому что, опять же, из-за климатических изменений у нас лёд вредителя проходит перманентно. То есть он сложно очень дифференцировать на поколение. Леди постоянно. Как только мы всё-таки определили, что начинается массовый лёд, и стало быть, через 5-7 дней начинается массовая яйцекладка вредителей, на поля выдвигаются экипажи наших беспилотников, и начинает работать. За истекшие 7 лет мы довели производительность наших технологий. Ну, я считаю, это очень впечатляющих показателей. У нас один дрон обрабатывает в среднем 103 гектара площадей в час. То есть ни одна наземная техника с такой производительностью не работает. Один экипаж, экипаж это два человека с беспилотником. Рекорд компании – 1274 гектара за рабочую смену 10 часов. Основные культуры, на которых мы работаем – соя, кукуруза, подсолнечник, сахарная свёкла. Работали и на хлопке, и на рапсе, нут, кино – такая экзотическая культура. Хладово-ягодная, виноград и так далее. Основные – это чешуи крылы, как я говорил, совки, огнёвки, модельки, мули и пляшки. Дальше. Вот здесь везде, на каждом слайде мы написали, эффективная защита до 95%. И это действительно правда. Это абсолютно не вымысел. То есть в последние, наверное, года три, и мы сравниваем себя с топовыми химическими инсектицидами, мы работаем больше. То есть в некоторых регионах, особенно с жаркой, засушкой, Ставропольский край, Саратовская область, Юг Самарской области, эффективность применения энтомофагов выше, потому что при высоких температурах химический инсектицид не так эффективен. Дальше. Основные наши энтомофаги – трихограмма золотых глазки и габрабрак инхебитор. Опять же, вот интересная эволюция. То есть начинали мы с трихограммы, как я рассказывал, потому что мне казалось, что это технология превентивной защиты. То есть где-то мы применяем энтомофаги недели на две раньше, чем в поле выходит опрыскивание. В среднем. Ну, мы же в России живем. У нас мы переговоры иногда, я не знаю, я на пенсию уйду, я буду писать смешные мемуары, потому что беседуешь с фермером или агрономом, он говорит, а в соседнем районе, в нашем районе вы работали, а в соседнем работали, а в нашем все подробно. Я им рассказывал анекдот, старый, да, девочка заходит в канцелярский магазин и говорит, дайте мне чернила для восьмого класса и глупость Казахстана. Вот это из этой серии, да? Любое насекомое в любой точке земного шара живет и действует одинаково, оно питается и размножается. Мы были вынуждены потом внедрить в технологии златоглазку. Златоглазка очень серьезный энтомофак, очень агрессивный энтомофак, ганнибал, эффективен в отношении 75 видов вредителей в наших климатических зонах, такое средство тотальной защиты, своего рода биологический напалм, который сметает все. Яйца, гусениц первого возраста, первого-второго возраста, и так далее, там, водон. Ну и чаще всего наш клиент, он звонит, как это происходит? Он заходит в поле к угрозу, вся жизнь насекомых в поле происходит ночью. Ночью в некоторых полях можно оглохнуть, там живут насекомых. Он видит у него на початке 5-7 червей и начинает нам звонить, и говорит, спасите, помогите. На этом случае у нас есть габрабрак анхебита, прекрасное насекомое. Это оса на самом деле, разновидность осы, только из Юго-Восточной Азии, который уничтожает гусениц. Одна самка габрабрака, но в сутки уничтожает до 50 гусениц. Технология выглядит фантастически, то есть прилетает дрон, ну побольше вот этого, бросает такие кассеточки, бумажные, на которых нимфы габрабракана, две кассеты на гектар, и через 3 дня ни одной гусениц в поле нет у них. Без всякой химии, тракторов и так далее. Причем и габрабракану, и золотогласку мы производим самостоятельно, и это тоже наше ноу-хау. В чистом поле мы построили лабораторию, сделали это буквально за 3 месяца, и уже запустили производство. В этом году и в этом году уже будем работать на отечественных энтомофарах. Дальше. Так, фазы борьбы, сравнение с химией и биологией. Под биологией мы понимаем жидкие бактериологические препараты. У нас вот в стране 85 производителей биологических препаратов, на мой взгляд, они все примерно плюс-минус однотипные, это 5 видов бактерий с разными титрами, и поэтому это разные препараты. Мы же только за энтомофар. Дальше. Это отзывы благодарны клиента. Некоторые агрономы пишут эффективность 100%, я им пытаюсь объяснить, что идеальных моделей в природе не существует, 100% быть не может. Ты что-то там не видел, он в дне, я настаиваю. Ну, хорошо. То есть у нас такие отзывы тоже есть. Кстати, мы защищали семенные, и сейчас в условиях очень непростых для российского семеноводства защищали семенные поля с грузой подсолнечника и сои, и с очень высокой эффективностью до 100%. То есть есть у нас такой опыт с компанией Сингет, например. А в Пендиюле мы вообще отбиваемся. В Пендиюле с нашей помощью, кстати, в 2021 году первое и единственное пока что в России сертифицировало органические овощные консервы. Ну, где мы работаем? В основном это европейская часть страны. Сейчас к нам приходят каждый сезон, наверное, массовые запросы из Алтайского края, туда из Китая перелетает куча всякого интересного. И далее во восток. Там вообще другие немножко вредители, причем даже немножко, которых на европейской территории России нет. Тальше. Ну, это как это? Стена Чеславия. Классиагра пока единственная компания в российском сельском хозяйстве, которая имеет сертификат эксплуатанта. Сейчас самый частый вопрос клиентов, а вам летать-то можно? Нам можно. Потому как мы имеем сертификат эксплуатанта беспилотных авиационных систем, без которого нельзя оказывать коммерческие услуги Соргасно-Воздушного коллекса. Мы в постановлении правительства 1510, в постановлении экспериментальных правового режима, у нас договор с Российской Центром Федеральным о, например, внедрении технологий применения беспилотников в сельском хозяйстве на всей территории России до 1938 года, ну и так далее, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...